Мы через него во внешнем мире всю сетку и работаем с соответствующими файликами. Ну вот, пожалуйста, сингл-сэй анонс работа. Причем же у меня сейчас пароли не просыл. А есть какие-то особенности лицензирования, если его поставили на кубок? Никаких. Столько людей, сколько им пользуются, столько лицензий и покупаете. То есть это такой же офис, как будто вы его предоставляете в режиме доступности. То есть офис, я бы не сказал, что хорошее решение опубликовать на терминальной службе. Не с точки зрения того, что он на работе, а просто с точки зрения того, что для работы офиса достаточно небольшой, дешевый по нынешним меркам машина. Зачем терминальный служб был такой масштаба? Первое, для удаленных людей. У них все равно наверняка уже на самой машине есть офис. Да, то есть в принципе обслуживание и поддержка офиса не испредставляет из себя большой проблемы. В крайнем случае юзеровская машина, если это домашняя машина или удаленная машина, одна в офисе, все равно будет ходить в интернет, сама будет патчиться и так далее. Они будут идти, но вы должны заплатиться за каждый коннекшн офиса. То есть мы прошу офиса. Да, то есть юзер запускает офис, соответственно, вы платите. За коллекшн или за количество? За количество их пользы. То есть... А за больше. Да, смысла нет. Смысла нет. А смысл терминальных служб, первое, поддержка сложных приложений, которые действительно реально тяжелые, реально сложные в обслуживании, и у вас не хватает способных администраторов обслуживать это приложение на местах. Вам дешевле править и не файлик здесь, на одном сервере, чем править и не файлик конфигурации на каждом юзере. То есть вот дефолтный профайл юзера. Ну, вот пример внедрения на Украине тех же терминальных служб. Знаете, что это? Севгоф. На Севгофе поставили терминальные службы, вот такие вот, в 2008-е, из-за одной простой вещи. САП-Р3 клиент. То есть, ну, кто сталкивался с САП-Р3 клиентом, может представить себе там сложность, там, и не файлики постоянно меняются, кто-то меняет эти запросики, кто-то что-то еще делает и так далее. На предыдущей работе один раз. Больше можно... Ну, да. Вышить гигантские базы или посетить все другие. Ну, здесь, а здесь больше именно из-за вопроса обслуживания. А второй вот пример, как бы, действительно, это производительность каналов связи. Что база, которая лежит на сервере, пока дотянется до клиента, это намного больше, чем в случае чего просто обеспечивать морду лица приложения и отрисовки. То есть, проверенный опыт, работа офиса требует где-то канала 10-15 килобит в секунду. Да. Они работают. То есть, составим, то есть, топ-экспириенсы. У меня вот ребята, которые занимаются тем, вот, с поддержкой... Ну, давайте я вам в перерыве покажу терминал-сервис Гитвей наш, корпоративный вот человек, который руководит проектом. И, соответственно, команда, он наш, он украинец. Вот, соответственно, он рассказывал, что, говорит, буржуи просто-напросто заходят и, скажем, на своем, типа, рабочем месте слушают архив, который лежит в корпоративной сети, музыку или видео смотрят и так далее. То есть, они не размениваются на то, чтобы, типа, задуматься, откуда это берется, там, здесь и сям. То есть, это все работает. Плюс, есть еще один момент, который касается терминальных служб. Если зайти в реестр, опять-таки, пусть сейчас будем искать... Да. Нет, ну, на самом деле, как бы, скажу одно, помните, там, у Шерлока Холмса, когда он только ознакомился с доктором Ватсоном, доктор Ватсон говорил, типа, Слушайте, а отчего вы не знаете, когда была там такая-то битва, или вы не, типа, не сделали то-то, то-то, то-то? А зачем мне это помнить? Я всегда могу найти, когда мне это надо. Поэтому я особо не размениваюсь на вопросы, связанные с тем, где хранится, собственно говоря, все настройки. Нет, не здесь. Ну, вот так. System Current Control Set. Services. Terminal Service. CDD, я помню, что в конце должно быть CDD. А по CDD уже найдем. Terminal Service. Terminal Service. TCP. Здесь есть где-то два значения. Одно из них должно быть 70, а другое должно быть 30. 70-30. Это будут указатели того, каким образом делится пропускная способность этого канала. То есть канал, вот, видео, аудио, передача, то есть в реестре два значения, там, пропускная способность буфера и пропускная способность данных этих видео. То есть видео отдается по умолчанию 70, то есть 70 процентов, а для данных, передачи файлов по сети, допустим, если я сохраняю себя на локальной машине, или еще чего-то, то есть отдается 30 процентов, потому что значение 30. На самом деле значения могут быть от 0 до 255, и их просто соотношение, общее соотношение определяет. Вот, вот еще какой-то. Нет, это не тот день. Нет, не знаю, кто еще Google поиграл. Ну что, Google, Live Search. Нет, если хотите, я сейчас прийду и без Google там. Typeout. Скорее всего, по умолчанию не внесено. Нет, скорее всего, да. Я помню, я помню, что их играл цаиле, и можно зарезать в ту или в другую сторону, то есть и вы получаете, соответственно, необходимую пропускную способность для вашей системы. А, подождите, еще может быть в RDP, DT, вот. А RPC или? Ну. Ну ладно. Слово первое. Нет, нет, нет. Они же это такое. Это девайс и дирекшн. Депаулт сеттинг, оттачив, девайс, дескрипшн. Нет, это нет. Найдем. Это не проблема. Сейчас. В принципе, известен. Ищем два значения, 70-30. И получаем вещи. Вот. Это то, что касается терминальных служб в базовом варианте. То есть база, да, то есть вот работает и работает.